Добрый вечер, мамы и папы! С вами программа «Ладушки». Хочу напомнить, что уже на протяжении трех недель мы рассказываем вам о том, как лучше подготовиться к родам, как развивать ребенка внутриутробно, бороться со своими страхами и, наконец, просто получать удовольствие от мысли, что скоро вы станете счастливыми родителями. И сегодня особенно интересная тема – совместные роды. Но мы не будем вас отговаривать или убеждать в необходимости партнерских родов. Мы просто покажем вам пример счастливой семьи, которые через это прошли. И вы все решите сами. Вперед! Здесь мы только родились. Режим троем в палате. Папа у нас в шапочке. Вот это уже при выписке. Вот так вот нас встречали. И с работы коллеги, и родные. Плакат нам мне Андрей сделал неожиданно такой приятный. Все соседи знали, что я родила. Не только соседи, а вся округа. Иногда даже будешь, а это вы на плакате? Я говорю, да, да, это я. Вообще идея партнерских родов Появилась у нас, наверное, в третьем триместре. Получается, уже когда мы были с животом, когда мы пошли на курсы. Мы вышли после курсов, и Андрей говорит, я чувствую, что я тебе там буду нужен. Вот. А до этого как-то я вообще была против совместных родов. Мне казалось, что это дело только вот мамы и ребенка. И мужчине, брат, там и делать нечего. Изначально такого посыла прям не было, что у нас будут партнерские роды. Мы прям не думали даже изначально об этом. А потом вот сходили на курсы, посмотрели, что действительно там поддержка мужа очень важна и нужна. И что-то вот у нас поменялось, и мы решили пойти вместе в роддом. Я его не уговаривала, даже ни секунды не уговаривала. Просто я как-то еще во время планирования я спросила, ты хочешь? Ну, как бы, ну, если тебе надо, то я пойду. А мне не надо, как бы. И все. Но потом уже как-то вот, когда все ближе к этому событию, наверное, хотелось друг другу помогать и не расставаться. И какой-то все-таки страх, он присутствует. А что будет и как будет, если с тобой будет рядом близкий человек, вот, то становится как-то спокойнее. У меня страха перед родами не было. Я как бы пообщался со своими друзьями. Кто-то действительно, да, меня отговаривал, там, зачем туда идешь, ты же не видишь, как мясо готовят, там, грубо говоря, как забивают свинью, как ее режут, там, зачем тебе это надо. Ну, как-то я, ну, с другой точки зрения к этому подошел. Я подумал, что наоборот, надо жену подержать в этот момент. И как-то у меня другое мнение сложилось об этом. Я осознанно как бы уже к этому моменту подошел, что да, я хочу. То есть здесь, наверное, зависит от мужчины, да. Главное, его не заставлять. Потому что, да, вдруг потом психика все-таки. Ну, вот, хочу сказать, что Андрей стоял у меня за спиной, вот, он держал меня за плечо, за спину, подталкивал, кричал мне в ухо, это ужас, это ужас, еще немножко, вот. И как бы, ну, он все видел, он видел, как достает ребенка, какой он, у нас была синенькая такая, вот, вся там, и кровь видел, и, ну, нормально, совершенно здоровый. Страхи, они, конечно, присутствовали, но присутствовали больше такие страхи, а как все пройдет, потому что это было первый раз, вот. И уже, наверное, ближе, вот в этот день я начала бояться, что вдруг не будет свободный этот кабинет, палата не будет свободная, вот. Появился страх, когда мы приехали к роддому. Вот там вот меня прямо еще затрясло очень сильно. И я начала представлять, как я вот, получается, пока иду от машины до двери, я думаю, вот сейчас не будет палаты. И Андрей просто даст мне пакет, помашет ручкой и уйдет, и я останусь там, ой, одна с этими незнакомыми людьми в незнакомом месте, вот. Вот здесь у меня был ужасный страх. Подготовки к совместным родам-то как таковой не было, вот. Мы не репетировали. Какая подготовка, да, должна быть? Это только здоровье папы, чтобы он ничем не болел, вот. То есть вот у нас попросили этот справку, да, флюорографию, вот. И чтобы, ну, как бы само самочувствие не было, ни температуры, никаких инфекционных заболеваний, вот. Это было воскресенье, с утра Катя уже начала чувствовать, что что-то происходит не так, вот. Схватки начала, уже в 7 утра у меня начались схватки, вот. И целый день я с ними ходила. Мы в час только выехали из дома, и то я Андрею уговаривала. То есть мы весь день ходили с этими схватками, там, обедали, ужинали, получается, легли уже спать, можно сказать. Андрей уже лежит в кровати, и я говорю, Андрей, вот у меня схватки, говорю, через каждые 5 минут. Может, поедем в роддом? Он говорит, подожди, у тебя воды еще не отошли, лежи, спи. Скачали счетчик схваток на телефон, следили, там отмечали, когда схватка. И он нам показал, срочно едем в роддом. Вот после того мы поехали. Мы такие сидим, ничего, поедем, не поедем. Ну, мы туда, получается, приехали. Где-то в 2 часа мы уже были в палате. То есть это переоделся Андрей, да, там мужчинам надо сменную обувь. Да, там сменную обувь желательно с собой взять, желательно какую-нибудь сменную одежду. Но так как я чуть ничего не подготовил, мне выдали халат полностью, шапочку. Женскую сорочку. Женскую сорочку, да. Все там выдали, я все переодел. Катю как раз там оформили, по журналам по всем провели, и мы поднялись вместе в палату. В палате, что вообще было здорово в палате? Ну, когда еще как бы схватки не такие прям, прям сильные-сильные. Андрей меня немножко веселил, прыгал на мяче, разговаривал со мной. Вот. Ну и, конечно же, поддержка была, когда как бы схватки учащаются, уже все, вот к этому событию все подходит. Там какая-то нескончаемая, кажется, что боль. И вот с каждую схватку он просто дал мне свою руку, и я как будто свою боль отдавала ему, что ли. Наверное, вот это вот очень помогало мне морально. Мы практически вот до родов, мы почти три часа вдвоем пробыли. Время от времени акушерка заходила, проверяла, как у вас дела, там спрашивали. Но это было редко как бы, и мы практически все время были вдвоем. И вот я сейчас думаю, если бы она там одна лежала, просто вот такая лежит на кровати, и все, ей плохо сделать ничего не может. Как бы это чем-то поддерживало у нас, потому что мы вместе там. В пять часов Катюша родила, ребенка там взвесили, все полностью протерли, запеленали, и отдали мне на руки. Сразу же получается, ну вот с первых минут он буквально был у меня на руках, она... И это просто вообще непередаваемое ощущение, когда ты вот просто этого ребенка берешь на руки, и... Я прям вообще там перенапрягся так, что я пять минут держал, устал, у меня руки настолько устали, что мне неохота было его положить рядом. Но я такой, нет, нет, ты что, такое в жизни один раз в жизни бывает, никогда не положу. И вот я практически минут сорок, наверное, ее на руках держал, она там, а-а-а, кричала. Вот, она там на руках у меня как цветочек раскрывалась, начинала там первые вдохи делать этого мира. Там вообще это просто непередаваемое ощущение, наверное, на всю жизнь останется в моем сердце. Все, вот так вот, да, и ребенок лежит у тебя на животе, вот. Первые ощущения, мы остались втроем, да, буквально мы час, наверное, в этой палате пробыли вдвоем, пролежали. И она у нас лежит, она сначала плакала, плакала, мы, о, черт побери, почему она плачет, что что-то не так, наверное. Потом она перестала плакать, мы сидим вдвоем, а-а-а, а чего она перестала плакать, может опять что-то не так. Совместные роды – это точно правильный выбор. Я вот ни секунды не жалею, что мы этого решили, да, так сделать. Потому что на самом деле это дело не только мамы и ребенка, а еще и папы, потому что папа непосредственно участник должен быть все-таки. Это же его ребеночек в первые секунды, он берет ребенка, и потом Андрей поехал на работу, и с работы он поехал не пить, как хотел папы, а готовить к встрече ребенка домой, потому что он уже все это видел. У нас есть фотографии, да, и мы, я их часто как бы смотрю, и просто это счастье, вот даже видеть, как она синенькая еще лежит с нами, вот такая, вот такая. Это здорово, и если вы хотите, мама и папа согласны, идите вместе, ничего не бойтесь, никаких страхов, потому что для мамочки это колоссальная поддержка, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Даже когда там она будет лежать, потом уже после родов, и будет рядом папочка, это полноценная семья, и это так должно быть, мне кажется. И вторым, и третьим, и сколько даст Бог нам детей, мы, конечно же, будем вместе. Вне зависимости от того, пойдет будущая мама народа вместе с папой или одна, ей нужно взять с собой все самое необходимое. А чтобы ничего не забыть в самый ответственный момент, мы соберем сумку заранее. Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я веду курсы подготовки к родам в одном из уфимских клубов для будущих мам, и сегодня мы собираем вещи в родильный дом, и я вам рассказываю, как удобнее и практичнее это сделать. Когда лучше всего собирать вещи в родильный дом? Роды могут начаться уже на 38-й неделе, поэтому лучше всего приготовить заранее, чтобы ожидание ваше было очень приятным и неволнительным. Давайте попробуем это сделать 36-37 недель. В первом пакете у нас будет все необходимое для момента родов. Он будет небольшим, поэтому мамочке на схваточках будет удобно его нести и располагать в родовой палате. Что туда входит? Наши родильные дома обеспечивают женщину на родах сорочкой и халатиком, поэтому мы берем с собой только обувь. Обувь должна легко мыться и быстро сушиться. Скорее всего, это будут обычные резиновые шлепки. Носочки – одна или две пары. Также нам необходимо специальное компрессионное белье на роды. В день родов женщины испытывают сильную нагрузку, вены ее тоже испытывают большую нагрузку, поэтому в качестве лечебного и профилактического средства всем беременным женщинам на роды рекомендуют одевать компрессионное белье. Это очень важно для здоровья женщины. Возьмем с собой впитывающие простынки. Для того, чтобы женщина всегда была в комфортных условиях, чтобы у нее всегда была чистая поверхность, чтобы она смогла использовать эти впитывающие простынки не только как простыночки, а также как, например, коврик. Очень многим женщинам в роды хочется располагаться на полу. Если мы возьмем впитывающие простынки, мы можем использовать ее точно так же, как и коврик. Далее мы положим в первый пакетик мобильный телефон, сейчас он разрешен, и зарядку к нему. Сюда же мы положим одну или две бутылочки питьевой воды. В родах пить всегда очень хочется. Даже если не разрешают, смачивать губки питьевой водой необходимо. Бутылочку лучше взять со спортивной крышкой. В этом случае вам будет очень удобно ее использовать. Сюда же положим еще небольшой продуктовый наборчик. Это будут чайные заварочные пакетики и, например, пачка сухого печенья, чтобы после родов сразу же выпить горячего чая и восстановить силу. Упаковываем вещи в пакетик. И можем даже подписать пакетик номер один. Тот, который вы захватите с собой в день, когда у вас начнутся схватки, вы отправитесь в родильный дом. При поступлении в родильный дом необходимо иметь при себе документы. Мы возьмем с собой обменную карту, паспорт, полис обязательного медицинского страхования и пенсионное удостоверение. А также вам необходимо будет захватить с собой сертификат, выданный вам в женской консультации. После рождения малыша женщина переводится в послеродовое отделение. Там она пробует вместе с ребеночком 3-4 дня. Поэтому вещей для этого периода нам пригодится больше. В основном это будут предметы личной гигиены. Поэтому, конечно же, нам с собой нужно взять туалетную бумагу, зубную щетку, зубную пасту, мыло, расческу, влажные салфеточки. Все, что необходимо женщине в период отсутствия ее дома. Также ей необходимо учитывать следующее. В день родов начинается новый цикл. И этот цикл имеет свои особенности. Поэтому для цикла после родов мы приготовим специальные послеродовые прокладочки. Одну упаковку. В родомах лучше использовать одноразовое белье. Для нашего случая нам пригодится 2-3, а может быть 4, вы будете решать сами, упаковочки одноразового белья для женщин послеродового периода. В день родов женщина становится мамой и приходит молочком. Поэтому нам необходимо специальное белье для кормящей мамы. Это может быть бюстгальтер, это может быть удобный топик. Мама будет решать сама. Два предмета гардероба, этого должно быть у вас в запасе. Также нам пригодятся прокладки для бюстгальтера. Очень часто, особенно при рождении первого ребенка, грудь подвергается сильному механическому воздействию. Поэтому для ухода за грудью, для ухода за кожей соска мы возьмем специальное средство для защиты соска трещин. Теперь самое приятное. Мы будем готовить вещи для малыша. Ну, конечно же, в первую очередь это памперсы. Одна упаковочка подгузников, размер для новорожденного. Берем ее с собой. Также для ухода для малыша нам пригодятся влажные салфетки. Одна упаковка, небольшая. Мыло детское. Одна штука. Когда вы будете выбирать косметику для малыша, нужно учитывать следующее. Не нужно брать большие тубы, большие баночки, потому что вы еще не знаете, какая реакция у малыша на эту линию косметики. Поэтому выбирайте небольшие упаковки хороших проверенных фирм. Также следует обратить внимание на косметику, которую использует мама после родов. Она не должна содержать большого количества парфюмерных отдушек и ароматизаторов, чтобы не сбивать приятный и нежный запах молочка. Чтобы малыш чувствовал себя комфортно рядом с вашим телом. Также в этом пакете у нас будут находиться предметы для приема пищи. Сегодня будущая мама уже может выбирать, во что она будет одевать малыша сразу после рождения. Нет строгих правил. Запеленываем только в пеленочке с ручками. В родильных домах нашего города принято свободное пеленание. Поэтому на каждый день пребывания в родильном доме вам необходимо хотя бы по одному комплекту детской одежды. Это могут быть боди, это могут быть слипы, это могут быть распашонки и штанишки, это могут быть какие-то дополнительные кофточки, носочки, шапочки. Выбирайте вам. Но нам необходимо приготовить на каждый день один комплект одежды. Например, на первый день мы выберем кофточку и штанишки. На второй день будет слип. На третий день будет какой-то боди, носочки. И поверх мы малыша закутываем в пеленочку. Как лучше для малыша быть в просторной одежде или быть в запеленном доме? Маму будет решать сама. Все зависит от того, каким малыш родится и какая потребность у него будет в первые дни своей жизни. Шапочка. Очень интересный предмет гардероба, потому что если мы малыша видим без шапочки, кажется, вид его не завершен. Но в наших родильных домах достаточно тепло, поэтому мы малыша можем перегреть. Мы возьмем с собой в родильный дом одну или две шапочки и будем ее одевать тогда, когда женщина выходит с малышом из палаты и прогуливается по коридору. Либо тогда, когда вы проветриваете помещение своей палаты. Одежда для малыша должна быть заранее постирана, поглажена и приготовлена. День выписки – это торжественное событие для всей семьи. И, конечно же, виновник этого торжества – молодая мама и малыш. Когда мы собираем малыша на выписку, мы готовим очень красивые вещички с бантиками, рюшечками. Но порой мамочка забывает и про себя. Поэтому давайте с вами отнесемся очень серьезно к тому, как будет выглядеть мама в день выписки из родильного дома. Перекладывать выбор одежды на выписку не стоит на близких, потому что это одежда для вас. И вы понимаете, насколько комфортно вы чувствуете себя в ней. Заранее приготовьте одежду, учитывая, что размеры после родов не всегда приходят в норму сразу же. Скорее всего, это будет та же самая одежда для беременных, но чтобы ее украсить, можно добавить какую-то бюджетерию или, например, яркий платочек. И вы будете выглядеть хорошо. Повесьте ее на плечики, приколите бумажечку с запиской вещи на выписку, чтобы ваш супруг мог легко найти необходимую вам одежду и привезти именно то, что вы для себя приготовили. Отдельным пунктом в этой пакетике стоит обувь. В попыхах, собираясь, и торопясь, и волнуюсь, будущие бабочки очень часто забывают обувь для мамы. Поэтому, пожалуйста, напомните или сделайте какое-то напоминание, смс о том, что вам необходимо быть не только в платье, но еще и в обуви. Вещи в родильный дом собраны. Осталось только томиться в приятном ожидании рождения своего малыша. Я желаю вам благополучных здоровых родов. Всего хорошего. Вот и подошел к концу третий выпуск. Надеюсь, что наша передача была полезной для вас. Все выпуски вы можете найти на сайте youtu.ru. Вопросы задавать в официальной группе ВКонтакте или присылать на наш электронный ящик. И напоследок. Помните, ребенку не нужны идеальные родители. Ему нужна любовь, забота и ласка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин